Своими глазами Дамна Арина, я насколько в курсе дела, что вы решаете оспорить решение ЦИКа о проведении второго тура выборов в Бельцах. Если можно, аргументируйте, почему именно. Я изначально сказала, что эти выборы не были подготовлены ни ЦИКом, ни парламентом, ни правительством. Эти выборы доказали, что органы, которые ответственны за организацию выборов в Бельцах, не смогли прийти подготовленными так, чтобы у нас состоялись честные, правильные, корректные выборы. И тому, что мы наблюдали в воскресенье, исключение кандидата, который грубо нарушил законодательство и электральный кодекс, то, что приостановили выборы в Бельцах, тому доказательство. Вот почему вчера, после чего ЦИК решил организовать 19 декабря второй тур выборов, исключая первого кандидата, я пришла к выводу, что эти выборы нужно аннулировать и объясню почему. Во-первых, электоральный кодекс, он совсем не подготовлен и он не дает нам четкое объяснение законодательное, что нужно сделать в случае, когда один из кандидатов был исключен. У нас электоральный кодекс говорит только, что можно сделать, когда один из кандидатов сделал самоотвод. Вот в этом случае участвует следующий по списку в зависимости от количества голосов, набранных в первом туре. Это первый вопрос. То есть сам электоральный кодекс не объясняет, как можно организовать второй тур и что нужно этого сделать. Но электоральный кодекс говорит очень четко, что нужно сделать, когда нужно аннулировать выборы. Выборы аннуляются, когда существует доказательство, что электоральный кодекс был нарушен и что в период выборов были зафиксированы серьезные нарушения этого кодекса. Ибо то, что кандидат партии ШО, тот, который набрал 15 тысяч из 30 тысяч голосов, было доказано в последней инстанции, что он нарушил законодательство в плане декларации своих финансовых отчетов. Я считаю, что это большие нарушения. И я считаю, что это великолепный повод, чтобы эти выборы были аннулированы. Мы, бельчане, прошли через очень сложный и через очень некрасивый опыт. И вот эта история должна сегодня окончиться решением апелляционной палаты Кишинева. Мы, бельчане, уже не можем участвовать ни в каких выборах, потому что они были уже категорически скомпрометированы. Потому мы просим, чтобы эти выборы были аннулированы. Мы – это кто? Я пока пошла сама, обратилась, потому что, учитывая, что я была частью этого сложного досье, в котором мы доказали, что партия Шор нарушила электоральный кодекс. И я говорила с большим количеством бельчан. Я хочу заметить ваших слушателей, вашего портала, что у нас была очень низкая явка, что у нас в городе намного больше граждан, чем те, которые участвовали. То, что кандидат партии Шор хвалится, что взяла 48%, мы должны четко сказать, что это 48% из количества людей, которые участвовали в выборах. И если взять эти 15 тысяч граждан, которые проголосовали за кандидата Шора, и сопоставить количество граждан, живущих с правом выбора в Бельце, которые официально по реестрам 102 тысячи, то это около 12-15%. Я не думаю, что эти люди, их очень много по соотношению к другим. То, что люди не пришли на выборы, то, что люди не захотели участвовать в этих выборах, это доказательство тому, что у нас не было четко подготовленных выборов, то, что у нас не было хороших, правильных, корректных, профессиональных кандидатов. И это опять проблема тех, которые организовали эти выборы. Потому, я настаиваю, эти выборы должны быть аннулированы. Нам нужно предоставить, Бельчанам нужно время предоставить, чтобы мы от этого шока отошли, чтобы ЦИК подготовил наши следующие местные выборы, чтобы парламент поработал с электоральным кодексом, и чтобы он создал законодательный кадр, так, чтобы нам было всем понятно, всем тем, и те, которые голосуют, и те, которые участвуют в выборах, чтобы правительство вместе с полицией и со всеми другими государственными органами было прекрасно подготовлено, потому что Бельце – это второй муниципий после Кишинева, это большой город, и я считаю, что к нему должно быть пристальное внимание центральной власти. Мне кажется, вы являетесь не то, что одним из главных, вы являетесь главным героем, потому что это с вашей именно подачи, после того, когда вы подали заявление в суд о том, что вы нашли там какие-то нарушения и ошибки. Если бы не вы, мне кажется, у нас бы это так все прошло, и был второй тур, и все было бы тихо и спокойно. Почему именно вы обратили на это внимание? Почему остальные либо закрыли на это глаза, либо всего этого не увидели? Я благодарна вам за этот вопрос, потому что мои оппоненты говорят о том, что я виновата в том, что они их исключили. И очень важно, чтобы бельчане понимали. Учитывая то, что меня не зарегистрировали, еще тогда я сказала, что электоральный кодекс, он плохой, он не подготовлен для местных выборов. Еще тогда я сказала, что ни правительство, ни правамент, ни ЦИК не пришли подготовленными. Но я взяла позитивную сторону и объясню, что у меня было много свободного времени. Не будучи кандидатом, но зная, что такое электоральный кодекс, зная, что такое электоральная компания, зная, что такое еженедельная финансовая отчетность, зная представителей партий, у которых были еще опыты отклонения от финансовой отчетности, я говорю о партии ШОР, у которых еще было как минимум три случая исключения кандидатов из определенных выборов в 2016, 2018, 2019 году. То есть я решила наблюдать за электоральной компанией и за финансовой отчетностью для того, чтобы понять, кто из кандидатов и что делает, и нарушают или нет. И я хочу уточнить одну вещь. То, что я обратилась в ЦИК, в полицию, в прокуратуру, это результат действий целого ряда гражданских представителей муниципиа Белтс и целого ряда людей, которые смогли предоставить определенные доказательства на определенном этапе. И мы можем начать с того, что мы узнали о том, что партия ШОР имеет свою команду, которая живет на базе Думбрава Норт от другого электорального кандидата. Мы это узнали в одной передаче. И потом эту информацию решил проверить представитель независимого портала СП. Журналисты портала СП создали журналистское расследование, которое доказало, что то, что там живут люди, и то, что они делают агитацию, то, что они живут целый месяц, и то, что не было на данном моменте, 18 ноября, предоставлено в отчетности, что да, существуют люди, которые живут, потому что партии должны декларировать все эти затраты, на то оно и законодательство, почему предприниматели должны все декларировать, почему физические лица должны, а партии нет. У нас есть определенное законодательство, которое предусматривает недельную отчетность. И вот, связывая потихонечку всю эту информацию, мы нашли юридических агентов, которые купили эти обиды незадекларированные. Я рада, что они смогли предоставить всю определенную информацию, и я рада, что полиция смогла на основе законодательной базы, которой я предоставила ЦИК, организовать расследование и доказать, что это было правильно. То есть, я не могу сказать, что я герой. Это должны сделать все граждане, законопослушные, и это могут сделать все конкуренты. То есть, конкурент имеет право проверять действия другого конкурента. То, что никто из конкурентов не обратился, это факт. Я сожалею в этом. Либо они были слишком заняты, либо они тоже имеют что скрывать. Но, по-любому, я могу уточнить, что если я подала заявление 29-го, то 30-го такое же заявление подал независимый конкурент Григоришин. То есть, я рада, что он послужил моему примеру. И в суде нас было больше людей. Были представители ЦИКа, орган, который именно собрал всю эту информацию и смог доказать нарушение. Представители независимого кандидата Григоришин, адвокат Корнец, который тоже привел свою лепту, тоже пришел с определенными доказательствами. Была Ринспотару, и был полный зал журналистов, местных журналистов. И вы, и Норд Ньюз, и СП, и ТВ Норд, и национальная пресса была. То есть, я считаю, что результат того, что мы доказали нарушение определенного кандидата, и его исключили на основе грубых нарушений, это результат работы многих бельчан. Понимаете, как не я одна тут все доказывала и делала. И я очень рада, что у нас получилось. Я считаю, что исключение кандидата, который нарушил грубо законодательство Республики Молдовы, это результат победы бельчан, которые хотят бороться с коррупцией и с бесправием. Субтитры создавал DimaTorzok